Мошенничество или недоразумение ценой в более чем миллион гривен. Одна из фирм Харьковщины уверяет, что у них украли урожай. Компания БКЗ Инвест занимается скупкой урожая. Заключив сделку с директором компании Абада, арендатором поля ВО Слюсарем, фирма планировала собрать урожай своей техникой, а после перепродать его. В БКЗ Инвест заключили договор с фирмой Абадой на приобретение урожая, подсолнечника и кукурузы. Наша техника, когда появилась на поле и производила уборку непосредственно вот этого урожая, появляется на поле человек, который представляется новым директором. Они остановили всю технику, хотя наши сотрудники, я лично предоставил всю первичную документацию на приобретение этого урожая, в том числе и платежки, что деньги действительно были уплачены, что это не какое-то там мошенничество. Наша фирма занимается скупкой урожаев, продукции, у нас есть контракты. Естественно, под этот урожай также был контракт. Как выясняется, чуть позже в компании Абада якобы поменялся директор. Новый руководитель заявил, что предыдущий управляющий не поставил в известность учредителей о продаже урожая, посему отдавать его он никому не собирается. По датам можно судить, что мы заключили договор 8 сентября. И на 8 сентября директором являлся человек, который и до 22 числа сентября месяца, когда мы взяли выписку с ЕДР официального, там значилась именно эта фамилия. На тот момент, когда мы заключали договор, никаких ограничений в действии директора на тот момент не было. Это прописано четко в их уставе. Он говорит о том, что он имеет полные права заключать на любые сделки, продавать, покупать, действовать от лиц, которые доверили ему управлять этой фирмой. То есть те же учредители. На момент заключения договора и на момент возникновения спорной ситуации директор, с которым мы подписали договор, находился в едином державном реестре юридичных осип, то физичных осип предприемцев. Согласно действующему законодательству, лицо, которое внесено в этот реестр, является полноправным представителем юридического лица, имеет право подписывать документы и в любых спорах сведения, которые содержатся в этом реестре, являются достоверными до момента, как третья заинтересованная сторона не докажет иного. Несмотря на, казалось бы, железные аргументы, собрать урожай фирме БКЗ инвест все равно никто не дал. На поле заехала техника фирмы Абада и собрала весь подсолнечник. Речь идет именно о вот этом подсолнке, который мы сейчас видим, скошенный. Это наши потери, убытки. Я не знаю даже, как квалифицировать. Я это квалифицирую, как хищение. А вот милиция так не считает. Более того, по какой-то непонятной причине становится на сторону фирмы Абада, уверяет юрист БКЗ инвест. Сотрудник правоохранительных органов препятствовал сбору урожая. На каком основании вы залезли на технику? Скажите, пожалуйста. Я вам хочу сказать, зря вы это делаете. Очень зря. На каком основании вы сюда залезли? С целью остановить работу. Зачем? На основании. На основании чего? Вы встаньте, давайте разбираться по-нормальному. А не вот так вот в образе останавливать технику. Молодой человек, я все сказал. Спасибо, до свидания. Куда, до свидания. Вы мне будете указывать, куда мне ходить? Это моя семечка, я ее купил. Это комбайны, которые нанял убирать. Каким образом? Пишите, пожалуйста, протокол. Пишите бумагу, пишите. Не то же вам не где-то, только пишите протокол и подписывайтесь своими фамилиями. Мы же все же нормально. Вы представьтесь, кто вы. Да. Покажите служебного соединения. А то уходите, освободите место. Может, вам надо будет освободить ваше место. Уважаемые, при чем комбайны? Покажите, пожалуйста. Да как куда? Вы прожираете сюда. Вы пишите, что вы остановили. Сколько время сейчас? На минуточку. А почему? Я имею право как гражданин потребовать. Покажите. Технику сотрудник милиции таки изъял. Точнее, снял с комбайна номер. А это вы делаете законно? Протоколами изъятия. Вы должны изъять. Я знаю, я знаю. Понимаешь это? Да. Чем вы мне угрожаете, товарищ сомневник? Чем вы мне угрожаете? Вы сюда номер забрали. Вы незаконно действуете согласно законодательства. Госномерные знаки взымаются согласно протоколам изъятия. Я тоже не вижу тут никакого большого греха. Ситуация такая. Выезжает он на место, поступает заявление о том, что как сторона, которая заявляет, заявляет о том, что незаконно убирает принадлежащие им урожаи. Две стороны, которые там между собой не могут помириться. Он уже туда делает осмотр, и он вправе временно прекратить уборку урожая. Его никто не слушается. Он дает команду прекратить уборку урожая, отдать осмотр, и его никто не слушается. Поэтому он пытался забрать этот номер, дабы вписать его в протокол. Он протокол его вписал, насколько я знаю. И после того, как прекратили они уборку урожая, он вернул этот номер до конца. Составил протокол официальный, подписались там понятые. Кто бы там что ни говорил, что понятых не было. Все было законно. По мнению правоохранителя, это дело больше относится к хозяйственному спору, и решаться оно должно в суде. Со своей стороны, обещает Кишкин, милиция сделает все возможное, чтобы пресечь неправомерные действия. Кроме того, заверили в милиции, собранный фирмой Абада урожай находится, так сказать, под арестом. Машина была с урожаем доставлена, урожай был взвешен, и оставлено ответственное хранение от организации, которая имеет право его хранить. До разрешения конфликта посуществует. Суд присудит, к примеру, кто прав, кто иного, тот урожай заберет. Доказывать свою правоту пострадавшие планируют как в суде, так и в прокуратуре, куда уже готовятся обращения. Ольга Корениченко, Денис Вишневский, 057UA.